На одной из линий сборки автомобилей в Японии работает система, способная принимать решения быстрее, чем человек моргнет. Камеры считывают малейшие отклонения на кузове, и за тысячную долю секунды робот корректирует свои действия, даже если оператор дал команду на шаг раньше. Это не просто автоматика, это комбинация высокоточной сенсорики и нейросети, которая предугадывает возможную ошибку до того, как она произошла. Такие машины действуют не просто быстрее, они обучаются на собственных ошибках. В авиастроении нейронные системы уже оценивают прочность деталей в реальном времени, отбраковывая потенциально опасные элементы с точностью, недоступной даже опытным инженерам. И это не гипотетика, это серийное производство. Подобные алгоритмы не просто обучаются на миллионах вариантов, они обучают себя сами, развиваясь без участия человека. Но самое шокирующее — это военная техника. Беспилотники, управляющиеся искусственным интеллектом, не только летят без участия человека, но и координируют друг друга в полете, выбирая оптимальную стратегию атаки или обороны. Их решения уже не зависят от прямой команды, они действуют в рамках заложенной цели, импровизируя лучше любого оператора. Когда человек не успевает среагировать, машина уже закончила задачу. Это не только революция, это смена ролей. Мы больше не управляем, мы наблюдаем. И вот что действительно пугает — некоторым из этих машин даже не нужны двигатели. Ты бы не услышал ее даже на расстоянии вытянутой руки. Хотя перед тобой машина, способная перекачивать тысячи галлонов воды или создавать давление, сравнимое с океанским на глубине в 6 миль. Речь о магнитных турбинах и насосах без движущихся частей. В них не крутятся лопасти, не скрежещут валы. Вместо этого используется электромагнитное поле, которое гонит жидкость или газ с бешеной скоростью и абсолютной тишиной. Такие машины уже применяются в ядерной энергетике, фармацевтике и даже в ракетной технике. Без трения, без перегрева, без износа — это значит надежность на десятилетия. Тихая мощь, от которой нет вибраций и которую нельзя обнаружить микрофоном. Один из таких примеров — насосы для жидкого металла, которые охлаждают реакторы. Они работают на токах Фуко, создавая движение в среде, от которого мурашки по коже. Все вращается, но ничего не движется. И да, этот эффект уже используется в разработке оружия будущего. С таким уровнем мощности и тишины даже самые продвинутые шпионы теряются в догадках, работает ли машина или это только фонд. Но что, если мы скажем, что кое-что в этих системах даже не твердое? Представь себе металл, который не просто жидкий, а поддается командам так, будто у него есть разум. Это не фантастика, это галли и его сплавы. Они текут, но остаются металлическими. Могут передавать ток, формироваться в любую форму и менять свое состояние под действием поля. Исследователи из Калифорнии уже сделали из этого материала управляемых роботов, которые скользят по трубам, просачиваются сквозь отверстия и даже возвращаются в исходную форму после деформации. Эти машины не крутятся, не ездят, не бегают, они буквально текут в нужную сторону. В промышленности такие материалы начали использовать для подвижных соединений, охлаждения, а также в медицине, для доставки лекарств в нужную точку организма. Это уже не детали, а живая механика, где форма – временное понятие. Самое пугающее, они могут объединяться в новые формы, подражая органическим структурам. Машина, которая сама выбирает свою форму, звучит как начало нового этапа в эволюции техники. А теперь представь, если такая жидкость решит начать действовать точно как хирург, ты держишь дыхание. На столе пациент, на кону – жизнь. Но у операционного стола не человек, а робот. Он не дышит, не моргает, не дрожит. Каждый его шаг выверен до десятых долей микрона. Такие машины уже работают в США и Японии. Удаляют опухоли, сшивают сосуды и делают проколы толщиной с волос. Речь идет о роботах типа да винчи. Системах, которые не просто повторяют движения врача, но корректируют их в режиме реального времени. Если хирург дрогнул, робот сгладил. Если ткань оказалась тоньше, чем ожидали, машина адаптировалась на ходу. Некоторые из них способны делать до 300 операций в год без потери точности. Никаких перерывов, никакой усталости, никакого «может завтра». И все это с минимальным вмешательством человека. Более новые модели учатся на каждом движении и предлагают хирургу варианты. Да, машина уже советует врачу, как ему работать. Причем ссылаясь на десятки тысяч предыдущих кейсов. Но что, если такую точность перенести на скорость? На транспорт, где каждая миллисекунда имеет значение. На поверхности все выглядит просто. Поезд, рельсы, кабина. Но под этой оберткой инженерное чудо, которое бросает вызов законам физики. Маглев поезда, парящие над путями без трения, уже развивают скорость свыше 600 миль в час. И делают это без единого колеса. Магнитная левитация позволяет исключить трение, а значит, ускорение становится почти моментальным. Китай, Япония и Германия уже строят линии, где время в пути сокращается вдвое. Самое впечатляющее – устойчивость. Даже на бешеной скорости поезд не качает. А внутри – тишина, словно ты едешь по воздуху. Вакуумные туннели и гиперлуп-технологии добавляют к этому еще и полное отсутствие сопротивления воздуха. Тесты показывают, что капсула может разогнаться до скорости самолета, но потребляет в десятки раз меньше энергии. Но есть один аспект, который делает эти машины особенно опасными. Если они вдруг решат думать сами. Тысячи деталей в день. Ни одной ошибки. Перед нами необычный станок, а адаптивная машина с нейросетевой начинкой. Ее задача – не просто обрабатывать металл, а понимать, как именно это делать в каждый конкретный момент. Температура изменилась, материал чуть плотнее, инструмент изношен, система уже подкорректировала усилия и скорость. Такой станок не ждет команды. Он сам чувствует детали. Камеры, лазеры, датчики давления и вибрации превращают его в существо, способное учиться. Сегодня он просто сверлит, а через неделю оптимизирует весь процесс лучше, чем целая группа инженеров. Один завод в Южной Корее перешел полностью на такие линии. Производительность выросла в полтора раза. Количество брака практически до нуля. Главное, эти машины помнят каждый этап. Они хранят историю всех изменений и сами предлагают, как стать еще точнее и быстрее. И если раньше операторы управляли машинами, то теперь машины обучают операторов. Все чаще, да, через экран, на котором они объясняют, что и почему они делают. Но что, если вместо экрана с вами заговорит сам станок? Ты слышишь голос. Он звучит спокойно, без пауз, но слишком точно. Это не запись и не человек. Это машина. Сегодня голосовые интерфейсы управляют лифтами, автомобилями, производственными линиями и даже зданиями. И звучат они так, что отличить от живого человека можно только по тембру, если повезет. Но дело не только в голосе. Эти ИИ-системы понимают интонацию, стресс, эмоции. Если инженер говорит в панике, система усилит меры безопасности. Если голос спокоен, работает в штатном режиме. Некоторые машины уже ведут полноценный диалог, включая юмор, уточнение и даже провокации, если необходимо удержать внимание оператора. Один логистический центр в Германии внедрил ИИ-помощника, который обучает новичков. Говорит, показывает и адаптируется под каждого. Спустя две недели работники забывают, что говорят не с человеком. И начинают доверять. Самое удивительное. Голос может контролировать целый процесс. От запуска до выключения. Это значит, что можно начать производство, не нажав ни одной кнопки. И все это. Пока машина стоит на месте. Но что, если она начнет двигаться и действовать в критических ситуациях? Пожар. Дым настолько густой, что не видно на вытянутую руку. Люди уже не могут зайти внутрь. Но в этот момент в здание входит он. Робот. Он не боится огня. Не теряет ориентацию. Не паникует. Машина-спасатель оснащена тепловизором, сенсорами газа, манипуляторами и броней, способной выдержать экстремальные температуры. Такие устройства уже используются в Японии, США и Китае. Их задача найти выживших, эвакуировать или обезвредить угрозу. Некоторые из них умеют не просто переносить объекты, а давать пострадавшим первую помощь. В буквальном смысле вводить препарат, подавать кислород, вытаскивать тело из завалов. Во время землетрясения в Мексике одна такая машина прошла там, где не прошли люди. Она нашла ребенка, которого не могли услышать. Инфразвук и нейросеть позволили распознать едва уловимое дыхание под многотонной плитой. И это только начало. Новые модели умеют действовать в радиоактивной среде, на воде и даже под водой. Но все это в мире, где есть энергия. А что если машина научится предсказывать опасность до ее появления? Ты еще не знаешь, что система уже спасла тебе жизнь. На заводе, где крутятся многотонные прессы и следит за скоростью вращения, давлением и даже поведением оператора. Один неверный шаг и пресс должен был раздавить руку. Но машина остановилась раньше, чем ты успел моргнуть. Предиктивные алгоритмы – это новая эра. Они анализируют миллионы данных в реальном времени и делают вывод, что, где и когда может пойти не так. В самолетах они предсказывают отказ оборудования за десятки часов до того, как датчики покажут проблему. В автомобилях то смогут притормозить, если водитель зевнул и потерял концентрацию. Один из крупнейших химических концернов Европы использует систему, которая предсказывает утечку за 40 минут. Даже запаха еще нет. А система уже запустила вентиляцию. Это не реакция, это предвидение. И если раньше авария была вопросом случая, то теперь вопросом алгоритма. Но машины могут не только предотвращать. Некоторые из них вообще не выглядят как техника. Их можно даже не заметить. Она размером с ноготь. Но способна управлять процессом на заводе, регулировать давление в двигателе самолета или отключать питание целого здания. Речь о микромашинах, миниатюрных устройствах, встроенных в технику, о которых ты даже не догадываешься. Такие системы размещают внутри конструкций, труб, двигателей, реакторов. Они собирают данные, принимают решения и передают команды. Некоторые умеют менять форму и перемещаться, чтобы обследовать недоступные участки. Это уже не пассивные датчики. Это активные элементы управления. Военные используют их для шпионажа, инженеры для контроля износа, а ученые для автономных лабораторий. В медицине микророботы вводятся в организм и могут проводить анализ, а затем распадаться. Они невидимы, но управляют всем. Они не ломаются, их просто заменяют новыми. И это делает их самым устойчивым классом техники на планете. Но есть одна технология, которую ты не найдешь в каталогах. Она меняет не только форму машины, но и то, как мы ее видим. Смотришь на здание, и через секунду оно будто исчезает. Или меняет форму. Нет, это не графика и не магия. Это работа машин, создающих иллюзию. Динамические фасады из подвижных панелей, управляемых ИИ, реагируют на свет, тень, движение и даже взгляд прохожего. Они обманывают мозг, заставляя воспринимать объект иначе, чем он есть на самом деле. В Японии установлены машины, способные менять внешний облик фасада каждые пять секунд. Они не просто красиво двигаются. Они управляют восприятием пространства. Их используют в рекламе, архитектуре и даже в маскировке военной техники. В музеях Европы применяются движущиеся конструкции, которые при приближении начинают трансформироваться в новое изображение. Все это без человека. Машина анализирует положение зрителя, освещение и адаптирует картину. Но больше всего пугает то, что такие машины учатся влиять на восприятие не только визуально. В разработке технологии, подменяющие звуки, вибрации и даже запах. Когда ты не можешь доверять своим чувствам, кто управляет реальностью? Возможно, это уже не ты. Но пока одни машины маскируются, другие готовятся к следующему эволюционному шагу. Поломка Поломка раньше означала остановку, а теперь нет. Некоторые машины способны самостоятельно устранять повреждения. Используя материалы с памятью формы, жидкие металлы и нанополимеры, техника может буквально залечивать трещины, восстанавливать проводимость и даже заменять части своей структуры. В Южной Корее уже испытали робота, который при повреждении корпуса впрыскивает в себя полимер, затвердевающий под воздействием света. Через 15 минут снова в строю, без вмешательства человека. В авиации применяются композиты, в которых встроены микрокапсулы с отвердителем. Если происходит повреждение, капсулы лопаются и трещина заполняется лечащим составом. Более продвинутые модели роботов подключают алгоритмы самодиагностики. Они не просто находят поломку, они знают, где взять ресурс, чтобы ее устранить. Иногда за счет временной жертвы другого узла. Машина делает выбор. Это не просто самопочинка, это зачаток автономной эволюции механики. А что если дальше машина начнет менять себя не только при поломке? Сегодня они еще в лабораториях, завтра они заменят все. Речь о гибридных системах, на которые объединяют механику, биологию, квантовые вычисления и искусственный интеллект. Это не просто новые машины, это новый вид техники, синтетические организмы. Исследования в США уже дали первые образцы. Полуживые ткани, которые движутся под воздействием электрического сигнала и могут быть встроены в механизмы. В результате получаются живые двигатели, которые могут сжиматься, растягиваться, регенерировать. Квантовые машины анализируют не миллионы, а триллионы комбинаций, выбирая оптимальное решение за доли секунды. Такие технологии потенциально могут управлять целыми городами. От трафика до энергосетей. А в биомеханике появляются конструкции, которые способны адаптироваться к владельцу. Экзоскелеты. Которые чувствуют мышцы и усиливают движение точечно. Это не просто машины. Это будущее, которое не жужжит, не скрежещет и не требует масла. Оно дышит, растет и учится. И пока мы привыкали к одному уровню прогресса, машины ушли вперед. Навсегда. Продолжение следует.